Друзья, всем привет! Пора, наконец, пора смотреть на TBS Tracer. Tracer это новая система от TBS, как видно, это у меня стартер сет, где у нас сам Tracer плюс 3 приемника. Суть такова, что это работает на другой частоте, чем, например, тот же самый Crossfire. То есть, если у нас Crossfire работает на частоте 900 МГц, эта система работает у нас на 2,4 ГГц, работает быстрее, работает вроде как веселее. Ну и кроме того, есть один большой плюс. Это скорость, с которой передаются сигналы с вашей аппаратуры на модель. Это 250 Гц, неизменяемо 250 Гц. От начала до самого конца до фейлсейва со скоростью 250 раз в секунду передаются ваши данные на модель. Со стороны Crossfire это немножко по-другому работало и сейчас я расскажу как. Погнали! А перед началом видео я хотел бы немного поддержать моего молодого коллегу и посоветовать вам канал RCPUB. На канале вы найдете самолеты с автопилотом и без, квадрокоптеры, крутые полеты и жуткие крушения. В общем, на канале есть все то, что нам так сильно нравится. Поэтому оформляйте подписочку на канал, ссылка находится в описании под роликом. Crossfire работает по следующему принципу. Здесь у нас три профиля, которые зависят от того, насколько у вас качественно принимается, передается сигнал. И в самом лучшем раскладе это 150 Гц. Это высокая скорость передачи данных, низкая задержка, 150 раз в секунду сигнал уходит с вашего модуля на модель. Как только сигнал становится не такой качественный, скорость начинает замедляться. Следующая ступень это обычная скорость обновления 50 раз в секунду. И это в основном, ну 90% времени по факту мы летаем именно в таком режиме, потому что отлетая там уже больше чем на 500 метров, вы практически автоматически попадаете в зону второго профиля, когда у вас 50 раз в секунду передаются данные с земли на вашу модель. Это все равно достаточно быстро, вы не чувствуете особых задержек, но тем не менее вы уже в три раза медленнее, чем максимальная возможность Crossfire. Ну и когда вы летаете совсем уж далеко, у вас переходит еще на следующий режим, на следующую ступень. Это 4 раза в секунду передаются данные отсюда туда, но за счет этого у вас возрастает дальность. Если вы, например, на 150 Гц летаете буквально там до километра, на 50 Гц, предположим, до там нескольких километров, то на 4 Гц можно улететь до 100 километров. То есть это реально большая разница, и чем ниже у вас скорость передачи данных, тем лучше и дальше пробивается сигнал. В случае же с трейсером сигнал у нас всегда стабильно идет 250 раз в секунду. Комплектация у трейсера, к сожалению, ну вот в принципе и все. Есть у нас трейсер, как видно, он белого цвета. Сверху у нас скручивается антенна. Антенна, естественно, ставится под 45 градусов, либо под 90 градусов в любую сторону, крутится все как надо. Ну ладно, на самом деле еще есть кое-что. Есть один приемник, второй приемник, третий приемник, инверто для аппаратуры ФРСК, который не поддерживает такую высокую скорость передачи данных, термоусадка с проводами раз, термоусадка с проводами два, термоусадка с проводами три. Ну и небольшой код, вот такой для велосидрона, если вы хотите использовать его, то напишите мне в личку, может быть я еще не выкину карточку до тех пор. Прежде чем мы начнем это все дело прошивать, настраивать и так далее, поскольку модуль сейчас появилась новая прошивка, и я бы хотел сразу прошивать на последнюю версию прошивки, обновить Wi-Fi, вот это все, короче, сейчас нужно сделать, сделать, но у меня есть вот такой вот небольшой кит. Это ретро-фит кит, то есть переделывая Crossfire в нано-версию, вы можете монтировать его, в принципе, на все, что есть. То же самое это работает и для трейсера, точно, то есть мы сейчас будем трейсер перекидывать в нано-корпус. Я поговорил с ребятами из TBS, они говорят, да, в принципе, кейс абсолютно так же подходит, потому что я именно нано-версию их покупать не хотел, хотел, чтобы и такой корпус был, и такой корпус был, поэтому сейчас мы занимаемся тем, что откручиваем сначала все винты. Если вы хотите использовать аппаратуру исключительно с вашей, например, нано-версией аппаратуры, то есть, например, я бы хотел это использовать, предположим, на Tango сзади, вот сюда посоединять, либо, например, на Jumper T-Lite, то есть вот сюда вот можно будет подсоединить, для этого вы можете сразу взять нано-версию и не пересобирать. Я же хотел просто посмотреть, как это пересобирается, для AI, кроме того, у меня будет еще запасной корпус, если я захочу вдруг все-таки этот модуль использовать на больших аппаратурах, то есть у меня все еще будет такая возможность. В общем, 4 винтика, 2 из них держат SMA-разъем, 2 из них держат корпус вместе, откручиваем. Как видно, у нас здесь всего лишь одна плата и SMA-разъем. SMA-разъем давайте еще тоже открутим, потому что его нужно будет сейчас тоже переносить на другую аппаратуру, вот сюда, вот, все. К сожалению, кнопка здесь, я хотел кнопку заменить, поскольку здесь у меня кнопка Crossfire-овская, хотел заменить на Tracer-овскую, но, как видно, у нас кнопка здесь впаяна внутрь прям корпуса, поэтому она незаменяема. Но, с другой стороны, останется пусть такая кнопка от Crossfire, но мы-то знаем, что там будет внутри Tracer. Вставляем сначала кабель, который здесь идет в комплекте, вот таким вот образом вставляем. Здесь есть специальный разъем под это все дело, вот так, вот. Следующее неприятное дело, которое нужно будет провернуть, это выпаять гребенку, которая здесь находится, в которую входят пины GR-разъема, но в данном случае она нам больше не пригодится. Хватит для этого обычного паяльника, просто хорошенько хреначь туда олова, и потом приподнимаем плату вверх. Так, хорошенько прогреваем эти места, эти контакты, но я вижу, что уже плата сама по себе так слабо держится. Все. Проверяем, чтобы у вас не осталось никаких тут соплей. Как видно, легким движением руки гребенка вылезла, все с ней в порядке. Смотрите, чтобы вот здесь не оставили никаких там мостов между контактами, чтобы все аккуратно выпаялось. Ну, как видно, я сейчас даже немножко почистил. Да, все верно, это нано-версия. Вставляем сюда сначала SMA, потом вставляем саму плату, проверяем, чтобы USB попал на то же самое место, и вкручиваем. SMA-разъем можно зафиксировать и сейчас, можно зафиксировать и потом. Я зафиксировал сразу, но, как видно, на самом деле там внутри есть щечки, благодаря которым SMA-разъем не прокручивается, поэтому изнутри держать его не обязательно. Вы можете в любой момент просто снаружи вкрутить эту гайку, которую держит SMA-разъем. После того, как это все сюда вкрутилось, как видно, у нас кнопка работает, USB на месте, SMA здесь, мы можем использовать два различных варианта нижнего поддона. Один более slim, один более длинный. Длинный, насколько я помню, для аппаратур типа FR-Sky X-Lite, где у них немножко углублен модуль. Эти же, например, спинки как раз для современных аппаратур, где у нас модуль прямо вот снаружи торчит. Теперь берем плату, которая идет у нас в комплекте, кладем ее вот сюда по серединке вниз, так, чтобы у нас снизу вот эта гребеночка торчала вот так вот. И аккуратненько вкручиваем вот этот вот винтик. Все, как видно, снизу он не торчит, но заподлицо сидит. Хорошо, винтик вкручен. Ну и последний шаг, это вставляем сюда кабель, закрыл, ну я еще вот так вот дополнительно перекручу разочек, чтобы она там никуда не разваливалась. Закрываем и вкручиваем два винта здесь. Ну и если вам еще хочется, также можно крышечку обратную SMA-разъем прикрутить, она сюда абсолютно так же подходит. Следующее, что нам необходимо сделать, это подключаем наш с вами USB кабель к трейсеру. Как видно, он загорелся, и теперь открываем Агент X. Так, как видно, здесь уже появилось у нас и Wi-Fi модуль, но я, насколько понимаю, Wi-Fi модуль здесь вы обновить не можете. Да, Wi-Fi модуль обновляется отдельно, но мы сейчас Wi-Fi модуль тоже обновим. Но трейсер, как видно, вот здесь прям сверху написано, что обновите до 5.02 или выше. Подключаемся. Выбираем Firmware. И 5.07 прошиваем. То есть самую последнюю версию. Начинаем. Ничего трогать дополнительно не нужно. Мы просто это включили, ждем, пока она обновится. Все, как видно, наш девайс обновился. Идем назад. Нужно бы обновить Wi-Fi модуль. Мы еще раз это включаем. Заходим на сайт TBS. И проверяем, что тут есть. Крутим вниз, 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 вниз. Версия TBS Cloud Wi-Fi. Вот она, сюда кликаем. И здесь должна скачаться последняя версия. Открываем наш архив. И здесь вот 1.17. Последняя версия. У нас сейчас установлена 1.15. Но мы скачали 1.17. Это даже лучше. Скопируем файл, который необходим для Crossfire. Потому что здесь тот же самый, на самом деле, плюс-минус Wi-Fi модуль, что стоит в Crossfire. Я его копирую себе в Telego. Дальше открываем Wi-Fi сети на телефоне. И ищем сеть, которую создал Tracer. У меня есть ощущение, что вот эта вот сеть, которая называется TBS Crossfire, это как раз сеть, которая внутри Tracer. Подключаемся к ней. Как видно, мы подключились. Теперь опять же проверяем адрес шлюза. Это 192.168.4.1. Открываем наш браузер и вбиваем тот самый адрес. Как видно, у нас Crossfire Wi-Fi открылся. Нажимаем Upgrade. Сейчас прошивка, как видно, 1.15. Написано, выберите файл. Выбираем через файловую систему последний файл, который у нас сохранил с Телеграма. Нажимаем Upgrade. Как видно, все благополучно обновилось, перезагружается. Теперь снова смотрим. Здесь у нас версия теперь стала 1.17. Здорово. Теперь Wi-Fi. Выбираем скан, чтобы он просканировал все Wi-Fi сети вокруг. И сейчас нужно будет выбрать нашу сеть и вбить пароль. Да, вот видно, наша сеть выбралась. Вбиваем пароль. И нажимаем Connect. Как видно, она подключилась сейчас к Wi-Fi сети моей домашней. Ей дали адрес 168. Теперь у нас, значит, последняя версия Wi-Fi модуля внутри. Для тех, кто когда-либо пользовался Crossfire, например, системой, здесь управление ничем не отличается. Мы выбираем сейчас вместо внутреннего модуля, внешнего модуля в режиме Crossfire. Потом заходим в настройки аппаратуры и через Tools, либо через скрипты выбираем Crossfire. Все, и как видно, здесь у нас трейсер Micro TX. Меню абсолютно точно так же выглядит, как и раньше. Здесь у нас режим бинда, режим различных мощностей. Как видно, здесь добавилось Ludicrous, как они называют, мощность. Это какая-то супер невероятная мощность. Мы можем попробовать сейчас замерить, на самом деле, но я не знаю, сколько там мощности. Мне было бы интересно хотя бы примерно посмотреть, что это выдаст. Динамическая мощность, которая повышает мощность в зависимости от того, нужна вам она или нет. Потом дальше сброс на заводские рейсы с настройки. My VTX. Прикольная тема, когда у вас к приемнику подключен Smart Audio видеопередатчик, она передает на него все время одинаковые настройки канала и частот, канала и мощности. То есть вам для этого не обязательно включать коптеры и перенастраивать их. То есть при включении коптера сразу модуль передает на приемник, приемник дальше на ваш видеопередатчик, и видеопередатчик сразу включается на том канале, который будет забит здесь. Прикольная тема, особенно если у вас, например, 10 гоночных коптеров, и вы на гонках не будете каждый включать из них, или заранее просто пробиваете канал, который вам нужно, например, на следующем вылете использовать, и уже не появитесь по этому поводу. Прошивки, которые здесь стоят, к сожалению, Crossfire Shot здесь почему-то он не использует, использует исключительно Crossfire V2. Ну и также менюшка с Wi-Fi, где показано, что у вас вот какая-то сеть сейчас, например, онлайн, офлайн, что она включена, выключена, как видно, вот здесь вот сейчас, например, сервер офлайн. Не знаю, почему-то опять он к синий подсоединился. Естественно, здесь точно так же, как в прошлом разе, я где показывал с машинкой, когда мы использовали Wi-Fi для удаленного управления через Mavlink, здесь здесь абсолютно точно так же поддерживается, плюс скорость передачи данных сильно выше, соответственно, работать с этим удобнее, передается больше данных, более стабильно они идут. Итак, трейсером мы будем ставить на тот самый наш золотой Phantom от GEPR-C. Невероятная машинка для нарезания кругов, очень клево летает. Я прекрасно познаю, как он летает, чувствую мелкие изменения в его полете. Соответственно, это будет самый лучший вариант для того, чтобы попробовать, что изменилось. Как видно, здесь Crossfire стоял до этого, с большой длиной антенны. Весь покоцанный, весь перебитый, весь переломый, но от этого работает не хуже. В общем-то, новые приемники Tracer выглядят плюс-минус так же, то есть такого же размера. Они сделаны под то, чтобы подходить под те же самые платы к нейтрасширению, которые используются для нано-приемников. Так же самые пины внизу, так же самые пины вот сбоку. Но теперь антенн стало две. Это не дайверсити с двумя приемными модулями, это дайверсити с двумя антеннами. И где, если нам лучше на какой антенне, та антенна выбирается. Это не так хорошо, когда именно два отдельных приемных модуля, но на таком нано-приемнике по-другому просто, наверное, не уместить. Ну и мне кажется, что здесь уже и смысла нет особо ставить именно настоящие дайверсити. Скорее всего, после этого останется приемник немножко больше. Но невозможно и выпустить чуть позже настоящий дальнобойный приемник, потому что система вот даже сейчас в таком формате, как она сейчас есть, она летает на 30 километров уже официально. Я уже видел несколько тестов с новой прошивкой на максимальной мощности. От 25 до 35 километров она летает. То есть, ну это на самолетах, естественно, на коптерах будет четко поменьше. Никаких изменений именно в прошивке делать не нужно, поскольку это все дело работает на точно таком же протоколе Crossfire. Все так же абсолютно подключено, ничего здесь не изменилось. Только теперь у нас другой приемник на другой частоте. Как мы будем размещать антенны? Ну, сейчас я еще и термоусадку отрежу и поверхность тяну с антеннами. Одну антенну я поставлю вот здесь на луч, как-то вот так вот, а вторую вот так. Ну, понятно, с нижней стороны. Сейчас установлю и покажу, что получилось. Открываем скрипт Crossfire, открываем трейсер микро, нажимаем bind. Как видно, сейчас 100 мВт. Нажимаем bind, подаем питание на коптер. Пойдем, на ничего трогать не нужно. Как сразу он спрашивает, вон, нужно ли обновлять прошивку, нажимаем да. Поскольку здесь у нас сейчас обновленная прошивка трейсера, будет обновленная прошивка также приемника, и они должны вместе, благополучно друг с другом работать. Что мне не нравится, то, что Tango, кстати, быстро, очень быстро перекидывается прошивка. Что мне не нравится, Tango не стоит ровно из-за модуля сзади, а упор антенны не помогает. В общем, стоит супер криво, слегка болтается до сюда. Перезагружается все это дело. Все работает. Все, сейчас пролетаем на Tango. Попробуем обычный, здесь достаточно быстрый Crossfire Shot. Я не уверен, будет ли здесь действительно разница. Здесь Crossfire Shot стоит, плюс, ну, сам Crossfire работает на частоте 150 Гц, предположим. Да, мы сейчас будем летать вокруг. Потом попробуем трейсер, на нем 250 Гц, но Crossfire Shot пока, насколько я понял, не поддерживается. Поддерживается лишь Crossfire V2. Тоже достаточно быстрый протокол, не такой быстрый, как Crossfire Shot. Ну, плюс, коптеры будут слегка разные. Этот, ну, он на таких же моторах, на таких же пропах, но он немножко легче. Поэтому он летает немножко иначе. Он летает как-то... Им не хватает инерции, что ли. Буквально на 3 или на 4 грамма легче, но это все равно чувствуется сильно в воздухе. И плюс аккумулятор снизу, да, это разница тоже большая. Так, ну что ж, пробуем. У-у-у, что-то тяги немаловато. Что-то происходит не то, что-то... Но он быстро летит, конечно. Ну, по-моему, Total Limit в прошлый раз выставляли. Но какой-то он сильно дикий, слишком мало тяги. Так, теперь, в общем, я отключил мотор лимит. Там был, по-моему, на 70% стоял. Я поставил теперь 100, то есть лимитов нет. Кроме того, я в меню Crossfire, не знаю, там будет видно, в настройках приемника выбрал вместо режима динамик RF profile. Я выбрал 50 Гц, чтобы сравнить с режимом, в котором летаем, ну, 90% времени, когда сигнал такой. И включая DVR-ку. Блин, ну, в таком режиме оно не сильно заметно. Нет, чувствуется, что он летает не так быстро. Да, 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 нет, но чувствуется небольшая задержка. Уже до этого я летал динамическом, он все время был на 150. Сейчас он, как видно, LQ все время не поднимается выше 200. То есть это все время второй режим, 50 Гц. Есть неприятная задержка, конечно. Она, конечно, чувствуется, но летать по ней можно. Судя по всему, я все чаще летал все-таки на 150 Гц, потому что сейчас я чувствую задержку, она есть. Есть какая-то вот неприятная заторможенность коптера. То есть нет, он реагирует все так же, как это, но есть какая-то заторможенность. Потому что я просто в основном летал вокруг себя. Я далеко не отлетал на коптере, например, вот этого же он, да. В основном на таких зубочистках летаем рядышком. И обычно сигнала хватает для того, чтобы все время был в 150 Гц режиме. Вот чувствую задержку, чувствую. А особенно она будет чувствоваться, например, нагонка, где у вас очень быстро все происходит. Альф Вася! Альф Вася! Альф Вася! Ну и аккумулятор уже сел, надо потихоньку сажаться. Но в целом я суть понял, да, он немножко подтормаживает, да, это заметно. Теперь я хочу увидеть огромную разницу в сравнении с трейсером. Суть такова, что чем дальше вы летите, тем содержка становится выше, потому что у вас ПФ становится еще и ниже режим, переходит в обычный 4-герцовый режим. Все еще нормально, но для резких маневров уже недостаточно. То есть для самолетов, для дальналетов это самое оно. Трейсер же будет работать на частоте 250 передач пакетов в секунду на любой дальности. Что же, ребят, трейсер, настоящий трейсер, вон он там горит, светится. 250 герц. Как же он реагирует, господи, как же он реагирует. Я думаю, не знаю, вы можете замечать, что я вот по звуку просто... Я даю газу, а он уже поднимает обороты. Это очень приятное ощущение. Такое ощущение, что рейты повысились слегка, потому что он реагирует немножко раньше, чем нужно. Я поэтому передерживаю палец на стике. Дети ушли. Субтитры сделал DimaTorzok кайф ребят какой же кайф это очень приятно то есть я делаю такие штуки то есть рисковые и я чувствую что я их контролирую и контролирую лучше то есть вот такие вот например штуки когда в последний момент нужно вытянуть здесь нет задержки можно чуть-чуть протупить и моя реакция получает который так же там можно если не сама быстро реакция у меня она получается сглаживает с тем что трейсер работает сильно быстрее кому это уже подсаживается пусть нас там еще ни один летая так нам туда нам сюда мне 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 очень нравится кайф какой же кайф насколько не но я если сравнивать например со 150 герцовым системы режимом на кроссфар разница будет не такая конечно огромная то есть но если вы будете летать чуть подальше например какие-нибудь фристайл в горах то разница конечно есть и причем еще большая но и кроме того антенны такие маленькие конечно очень приятно замечательно сегодня погода конечно реально топ топ и слетаем теперь на трейсере продолжаем летать летаем теперь вот на этом аппарате этот реальная гонка гонкам я хочу попробовать как она будет выглядеть именно на трейсере посмотреть насколько это будет разница чувствуется на таких легких аппаратах разница больше потому что они имеют меньше инерции до аккумулятор уже старенький стан ощущается на пальцах у ю ю ю ю ю сейчас попал финал если вы видели очень приятно летается угол не тут у камеры низковато насчет повыше поставить что и такое слишком медленно а чуть выше добавляю скорость я уже сразу вижу только земля такого быть не должно у меня это все и 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 аккумулятор прогрелся, начал выдавать нормально, напряжение не падает ну все, садится аккумулятор ну все, аккумулятор, все, выдох, все, слабовато, но что поделать, надо бы шоку задирать новая аккумулятор получила от СНХЛ, это вот такие вот пицца-аккумуляторы, желтенькие, прикольненькие, 120С, по-моему, и 1200 мАч 6С, прикольно и аккумулятор, конечно, хорошо, но нужно повысить еще угол камеры сейчас я не знаю, сколько он стоит, но сейчас он стоит достаточно высоко погнали а Да, ребят, что-то странное произошло с видеопередачком. Он просто отрубился на какую-то секунду-долю и не показывал вообще картинки. Но, ну, сколько там-то все в порядке, проб обломало, и вот здесь вот мотор оторвало провод. Но это не сильно страшно, в остальном, ну, все в порядке. Мы хорошенько вдаванули тапку, но ничего не сломалось. Хотя вот здесь похоже, что база немножко выгнула у мотора. Вот здесь вот. Но мотор еще в порядке, жить он будет. Но прикручен-то он хорошо, вот только то, что его выгнуло хорошенько. Но такое бывает, потому что, ну, удар был действительно очень жесткий. Ну, ладно, с трейсером на этом коптере мы закончили. Для первого теста на пробивную способность через стены я разместил коптер в АТЭК. Как видно, антенна стоит вертикальным, над столом. Сейчас, после этого, мы будем еще тестировать трейсер в таком же положении. Вышел за дверь, сразу здесь колеблется между первым и вторым профилем. Но сейчас пока полностью сигнал. Потихоньку начинаем отходить. Уже сразу второй профиль, как видно, сразу переключился. Где-то приемник наш вот за тем окном. Все еще стопроцентная связь. Следующий этаж, наша квартира где-то там. Связь все еще стабильная, стопроцентная. Предпоследний этаж. То есть там уже два или три этажа вниз. Связь все еще стабильная. Давайте подойдем к лифту. Здесь со всех сторон металл. Связь все еще стабильная, стопроцентная. А, мощность поднял до 250. Сейчас поправим. То же самое место, 25 милливатт. Теперь 100. Все еще теперь подходим к лифту. Чуть колеблется. 98-100. Пойдемте выше. Последняя дверь здесь, дальше последняя квартира. Мы стоим здесь в таком вот маленьком отрезочке. Еще так вот в угол вставляем аппаратуру. Сигнал все еще стопроцентный. 25 милливатт, стопроцентный сигнал. Второй тест это приемник трейсер. Как видно, антенна стоит более-менее вертикально. Вторая антенна стоит более-менее горизонтально. Стоит это все на определенном отделении, отдалении над столом. То есть сантиметров 15-20 точно есть. Сразу за дверью все так же. Первый режим передачи данных. То есть вот здесь вот написано. И стопроцентный сигнал. Проходим дальше. На том же этаже, через пару стен, стопроцентный сигнал. По этажам выше, уже от 90 до 95, иногда поседая до 70. То есть вот это самое место. Антенну делаем более-менее вертикально. Ну 78, скажем, еще поднимаемся. Предпоследний этаж. Колеблется от 60 до 90. Даже до 50 опускается. Подойдем к лифту. Ну вот сейчас бы я уже летать не советовал. Линк пулить низковато. От 40 до 50. Ну как бы все еще горит зеленым. Но мне кажется, ему уже недостаточно сигнала. Он уже реально попадает в сигнал. Ну опять же, то же место. Тот же самый уголочек. Мне кажется, здесь уже ничего не обновляется. Просто ничего уже не ловит. Да, сигнал потерян. Чуть-чуть здесь вот так вот выйти. 60, 70, 80, линк валити. Но это нестабильная связь. То есть так далеко уже трейсер не пробивает. Подводим небольшие итоги. Первые тесты с трейсером завершились. И я бы сказал, что я очень приятно удивлен. То есть работая система бодро, четко, стабильно. Очень хорошо и быстро передает данные. Кроме того, что у вас пакетов больше в секунду передается. То есть чаще обновляется ваш сигнал. Кроме того, она еще и быстрее формируется. То есть ваш сигнал, который вы должны отправить на коптер, предположим, на частоте 900 занимает его формирование дольше. То есть кодирование, декодирование. А вот это вот все занимает больше времени, чем на частоте 2,4 ГГц. Потому что, ну, сам сигнал короче. Мало того, что сам протокол быстрее работает, так вы еще и на частоте довольно сильно экономите. Поэтому трейсер работает действительно очень быстро. В среднем, замеренная другими ребятами, задержка на трейсере примерно 3-4 МС. То есть это очень низко. В то же время на Crossfire на 150 ГГц. То есть задержка примерно 10-12 МС. Если же брать второй профиль Crossfire, где у нас частота идет 50 ГГц, то там задержка примерно 30-35 МС, что еще в трейсер за больше. То есть между 35 МС и тремя разница в 10, даже там в 12 практически раз. Поэтому разница большая, трейсер действительно работает бодро. Теперь следующее, что мы должны сделать, это протестировать его вдаль. Вы очень сильно просили, но мы решили сделать так, что мы будем пускать его вдаль, смотреть его настоящую дальность на максимальной мощности. Скорее всего, ну, сейчас на минимальную посмотрим, но потом и на максимальную. На крылья. Для этого я собираю крыло. Крыло уже наполовину готово. Как видно, вот у нас две антенны трейсера стоят. Здоровый мотор, большое крыло, все как мы любим. Поэтому я думаю, в ближайшее время я постараюсь его добить. Там очень много придется его сначала поднастроить, чтобы это все стабильно работало, потому что я, ну, непонятно как запустить не могу на такую большую дальность, потому что трейсер работает действительно далеко. Для кого нужен трейсер? Давайте так. Трейсер нужен первое, это гонщикам. Гонщикам нужен для того, чтобы быстрее могли реагировать на что-то. Для, ну, разницы, там между, предположим, 150 герц кроссфайр и 250 герц трейсер, там, ну, предположим, что-то около 10-8 миллисекунд. Это большая разница. То есть вы можете за это время успеть что-то, ну, какой-нибудь, кого-нибудь обогнать, предположим, или там попытаться превратить падение, либо что-то еще. Это действительно круто. Кроме того, на трейсере можно больше пилотов одновременно находиться в воздухе, потому что, ну, каналы у них меньше, на высокой частоте больше диапазон, возможно, доступных каналов. Поэтому, если на кроссфайр стабильно могут летать, ну, там, 6, 8, 10 пилотов, то на трейсере, там, практически неограниченно, там, можно реально очень много пилотов поднять в воздух, и все еще они не будут друг другу мешать. Второе. Фристайлеры, причем еще которые агрессивным фристайлом занимаются. Если вы занимаетесь агрессивным фристайлом, летаете очень резко, много поворотов, в маленькие щели залетаете, вам нужно быстро реагировать. Опять же, вам нужно быстро реагировать на большой дальность. Например, вы летите вдоль горы, спускаетесь, нужно хоп-хоп вокруг деревьев, а вы летите прям действительно низко и рискованно. Трейсер вам может спасти ваш аппарат, если он даст вам возможность чуть быстрее реагировать, потому что, в данном случае, у вас, скорее всего, будут работать либо последний там режим, где у вас прям совсем большая задержка, либо второй режим, где у вас все-таки там 30 миллисекунд, то вы можете спасти ваш аппарат, если вы вернетесь вовремя, так сказать. Если же вы летаете плавно вокруг себя или просто дальнолетите и летаете на самолетах, то трейсер вам не нужен. Вам нужен Crossfire, который пробивает дальше, берет большие расстояния и имеет достаточную задержку для того, чтобы контролировать это все абсолютно комфортно. Трейсер вообще изначально не подразумевался как реально дальнобойная система, которая покрывает 100 и больше километров. Трейсер не рассчитан на это. Я думаю, максимальная дальность по расчетам может быть километров 50, но в основном все летают на 25-30, потому что шумы, антенны как поставлены, погодные условия, еще что-то, но в идеальных условиях, предположим, 50 километров. Если сравнить с Crossfire, у которого в идеальных условиях он бьет больше 400, поэтому они несравнимы. С другой стороны, трейсер рассчитан на то, что вы будете летать вокруг себя, предположим, в километре, в двух, в трех в радиусе, но при этом с гораздо более стабильным сигналом, чем обычным. То есть здесь используется технология FLRC, то есть это похожая технология на лору. В целом, трейсер это не замена Crossfire. Crossfire это все-таки система на даль, система для суперстабильной связи. Она не очень быстро работает, но вот работает абсолютно стабильно, уже проверено годами, работает так, как она должна быть, и если вы привыкли к ней, то, наверное, оставайтесь на ней. Если вы же чувствуете, что вам не хватает какого-то потенциала, который мог бы раскрыть более быстрый протокол, я думаю, трейсер может вам пригодиться. Во-первых, у него антенны меньше, можно поставить на всякие вупы, во-первых, сама система работает быстрее, во-вторых, можно находиться больше пилота в воздухе, но при этом все, конечно, пробиваем, способность, например, естественно, падает. Никто не отменял физику, но, например, 900 МГц все-таки будет пробиваться, например, в заброшенном здании, где очень много дыр, где много щелей различных, и там это все будет нормально работать. С трейсером все немножко сложнее, это все так же 2.4 ГГц система, она работает неплохо, но нужно понимать, что она не так же хорошо пробивает стены, как Crossfire. Почитаем по комментариям под роликом про Runcam 5, это та самая камера, где встроен гироскоп MPU 6050, который позволяет подображать угол камеры. Не знаю, на самом деле, зачем это нужно, мне кажется, это один из тех вот клевых мувов от компании Runcam, да это вообще, в принципе, на рынке распространено, когда что-то вводится, но никто не понимает, зачем. Просто они могут это ввести, они вводят, смотрят, какая будет реакция, возможно, это придет к чему-то новому. Как бы, это двигатель прогресса, возможно, это будет никому не интересно. Но они, по крайней мере, попробовали. Первый коммент от Жени Зима. Ожидание стабилизации изображения, реальность добавили циферку для наклона. Я сказал бы так, для FPV камеры, для курсовой камеры стабилизация не нужна. Это точно так же будет, как вы, если бы летали, например, с какими-нибудь Phantom или Mavic, где стабилизация на основной камере, но по нему же невозможно понять, в каком направлении он движется, дрифтует ли он как-нибудь, либо он все-таки отклонен вперед, либо назад, либо какие-то есть вибрации. Я считаю, что FPV, картинка, это один из самых основных показателей того, насколько качественно настоен квад и насколько хорошие условия сейчас. То есть, если сейчас, например, жуткий ветер, его колбасит, вы это сразу заметите. Стабилизацию бы это закрыло и замаскировало. Мне очень нравится. Никита FPV написал, будет ли видео про обновление кросса, типа CRSF Shot, то есть Crossfire Shot и Tango 2. Видео про Tango 2 я делал больше года назад. Про CRSF Shot я смысла делать не вижу, потому что технологии уже полтора или даже больше года. Друзья, для того, чтобы узнать, что такое Tango 2 или CRSF Shot, вы можете спокойно прогуглить. На YouTube есть очень много роликов, может, даже у меня на канале уже есть. И это касается не только этого вопроса, а в целом, потому что мне часто пишут, например, позавчера написал чувак, говорит, а как литий-ионный аккумулятор собирать? А я вот думаю, я же буквально три недели назад записал ролик и выложил его. То есть большой красивый ролик, там я все от начала до конца показал, как собрать, настроить, облетать. Все, в общем, показал. Не могут найти. Юрий ССС пишет, в ОСД полетного контроллера можно включить элемент, который называется Pitch Degrees, и будет тот же самый угол. Именно так. Но вообще, на самом деле, суть такова, что большинство пилотов гонкой, которые занимаются, они летают на других прошивках. То есть, типа того же, например, Falco X, либо KISS, либо что-то аналогичное, где меньше элементов ОСД, и они не могут вывести, например. И для них, например, такая камера, возможно, что-то бы дала. Я сейчас не такой хардкорный гонщик, потому что из-за короны очень много всяких мероприятий отменилось. Я на гонках последний, там, год уже практически не летал. Но если бы летал, я бы еще мог как-то рассказать, что насколько эта фишка полезна. Но никто из моих пилотов, гонщиков, знакомых на эту камеру, кстати, не перешел. Потому что уже прожженные гонщики, они уже им это не нужно. Они и так умеют выставлять угол камеры на глаз и по ощущениям. А новички, которые еще летали бы так, чтобы это не заметили разницу, я думаю, они еще просто не дошли до того уровня. Раббермен. Когда уже русский язык будет поддерживать? На самом деле, это интересный вопрос. И не только для этого продукта, а в целом для китайской индустрии. То есть, они-то могут добавить поддержку русского языка, но это будет такой русский язык, от которого будет из глаз кровь сочиться. Потому что у них даже английский-то такой себе. Несмотря на то, что английский, они, ну, те, которые занимаются бизнесом, знают это практически все. Если же они еще и русский добавят, ну, то в некоторых камерах, кстати, еще и присутствуют русский. Но сейчас в последнее время стараются избавиться от него и сделать чуть-чуть больший акцент на английском, более качественно его перевести. И на английском, на самом деле, уже меню можно пользоваться. Вот на русском, я помню, были еще там 2-3 года назад камеры, которые еще даже на русский переключались. Без слез на это не взглянешь. Ну и последний, давайте, мистер Лазарев. Гекса от Flywood для фристайла, ну, я так полагаю, это, которая, как Explorer 4LR, то есть у них есть такая же версия, только как Гекса. Не знаю, для кого она нужна, что с ней делать и для чего ее вообще выпустили на рынок. Для чего вообще нужны Гексокоптеры? Первое, это таскать большой груз. В данном случае я не знаю, о чем идет речь, поскольку там тяги столько, что она выше крыши. И аппарат не рассчитан на то, что вы будете именно заниматься жаревом, потому что, ну, он тяжеловат. Зачем брать тогда, возьмите тогда квадрокоптер, у которого будет ниже вес, и он будет жарить даже веселее, чем этот Гексокоптер, поэтому я не знаю. Второе, это по отказу устойчивости. Когда у вас один мотор отказывает или один проб слетает, вы можете продолжать летать. Все это летает на бета-флайт, который этого функционала не поддерживает, поэтому это тоже отпадает. Ну и третье, это только что круто выглядит. Я не знаю, возможно, есть ребята, которые готовы переплатить и взять такой аппарат, потому что он круто выглядит. Я же со своей стороны скажу, что мне это, наверное, все-таки неинтересно. Как бы аппарат выглядит прикольно, я на него посмотрел, но летать я на нем не очень хочу, потому что не вижу особо никакого смысла. Если понравится ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео и заглядьте в описании. В описании будет ссылочка на телеграм-лайв-канал, обязательно подписывайтесь на него и на трейсер. Трейсер система прикольная, не для того, чтобы пробивать стены, но зато работает очень быстро и позволяет получить вот эту вот какую-то четкость в управлении. А это многого стоит. На этом, друзья, все. Пока.